Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 1571». Евреям 11.34 Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Почему в этих строках апостол ставит в заслугу пророкам их участие в боевых действиях, хотя уже была дана заповедь «Не убей», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Полный текст этот выглядит так. Евреям 11.32-35.39 И что еще скажу. Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Геоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые веру и побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Подчеркнутые слова указывают, что речь идет не о пророках только, но и о всех, кто был в вере. Жены, получавшие умерших своих воскресшими, это ясно, что не пророки, а напротив того есть те, кто получал благодеяние от Бога через пророков. Пророки исполняли то, что им заповедовал Бог, освободить землю от изживших себя народов. Это дело было и делом пророков. Первое царство, 15 глава, 32-33 стих. Потом сказал Самуил, приведите ко мне Агага, царя Амалекитского. И подошел к нему Агаг дрожащий и сказал Агаг, конечно, горечь смерти миновалась. Но Самуил сказал, как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага перед Господом в Голгале.